Как же я буду по нему скучать? Можете считать меня странной, какой-то ненормальной, но... Мне очень грустно из-за него. Чемодан, рюкзак, подушка с бананами. Вон там торчат бананы в рюкзаке. Утки на носках, аэропорт и Лёша. Можно ехать. Спасибо. Мы приехали в наш отель. Здесь такой маленький старенький лифт еще. Я еще никогда в жизни таки не видела. Дверь открываем внутрь? Да. Мы решили поехать по одному, потому что вдвоем сюда даже не вмещались. Классно. Во-первых, всем большой привет. Мы в Риме. Мы вообще в Италии, но в данный момент мы в городе Рим. Это просто мечта какая-то здесь. Это классно. Я готова плакать на каждом шагу. Мне нравится. Я давно села в Европу. Я скучала по этому стилю, по этой архитектуре, по людям. Хотела всегда их увидеть. В общем, мы сейчас в Риме на пару дней. Потом мы едем дальше. Вы уже увидите в других влогах, куда мы едем дальше. И вот у нас на пару дней вот такая вот комнатка. Прям в центре Рима. Шкаф есть. Наши чемоданы, кресло, столик, маленький телевизор. Кондиционер самое главное, потому что здесь жутко жарко. Такая миленькая кровать с цветочками. И посмотрите, какой у нас есть вид. Мы прямо в самом центре находимся. Здесь недалеко от Колизея. Вот такой небольшой туалет. Сейчас мы будем приводить себя в порядок и идти гулять. Все, мы привели себя в более-менее порядок. Мы безумно голодные. Об Италии нельзя быть голодными, потому что здесь такая вкуснейшая еда. Поэтому мы идем на поиски еды. И пиццы. Обязательно пиццы. Но у нас нет денег, чем это заплатить. И поэтому нужно дойти до центра, чтобы обменять деньги. А центр это Колизей. То есть мы прямо рядом с Колизеем. В общем, идем. Ходить за кучу. Мы прямо рядом с отелем нашли одно место, где можно немножко взять и покушать. Смотрите, здесь есть маленький бутербродик и маленький пицц. Мы это сейчас поедим по дороге до того, как мы заменяем деньги. А потом уже поедим нормально. Прошли пару метров, и здесь уже такие скульптуры. И полицейские. У них такие интересные сирены. У нас они орут, что просто оглохнуть можно. Здесь так тихо. Мы нашли такой небольшой парк. И сели перекусить немножечко. Нам буквально хотя бы один бутербродик надо съесть. Ну что, в 14 не ели. Да, мы вообще-то не кушали. Ну, нормально не кушали. Мы ели бананы в самолете. Просто там просто не кормили. И поэтому у нас были с собой бананы, мы их поели. Но за 14 часов другой еды не было просто. А тут большая статуя. Явно приведенная из Египта. Вот мы и дошли до Колизея. Он, если честно, огромный. Я его представляла большим, но он еще больше, чем я представляла. Ребята, это целая история. Только посмотрите. Вокруг столько старых каких-то зданий, развалин, ветра. Мы обходим вокруг Колизей. Очень, конечно, интересно. Много людей, которые тебе что-то втюхивают, продают. Но мы держимся. Я в восторге просто с этой архитектурой. Это цитата на гребне уже. Обалдеть. Мы опять в нашем мини-лифте. Даже не знаю, как тут себя снять. Очень-очень жарко на улице. Мы идем в номер отдохнуть. Сил просто нет. У нас еще после самолета. Просто жарко на улице. Идем отдохать. У нас сейчас полсанет, что если 6.30 утра. Да. Я запуталась, куда снимать, какой-то. Было и сейчас утро. У нас получается ночь без сна. Да. Мы старались поспать. Самолет это такое дело, конечно. Тут есть внутренний дворик такой. Все в цветочках. Красиво. Мы находимся на втором этаже. Здесь у нас, смотрите, есть такие милые столики. Это уже приготовлено на завтрак. Здесь прям наша комната. Это как бы переделали квартиру, скорее всего. Ну, похоже на квартиру. Там кухня есть. Так что можно пользоваться, если что-то нужно. Кондиционер. Как хорошо, мы забыли выключить. Я вот сюда. Мы проснулись. Немножко не очень хорошо себя чувствуем. По крайней мере, я точно. Леша тоже тяжело просыпался. Мы поспали 2 часика. Мы собрались. Мы едем сейчас в красивый парк с видом. Там будет закат. Там мы поужинаем. Здесь все будет супер. Единственное, осталось решить, как туда добраться. Идем пешком в гору. Сейчас проходим католическую церковь. И нам еще минут 7 идти вверх. А вообще, мне Анюта вынесла весь мозг. Ты же тебе не выносила. Он все еще сходил. Да, да, да. Чтобы успеть на закат. Цветочки. А, цветочки, окошечки. Ой. Мы ели... Потому что мы опаствовали на закат. И не могли попасть на автобус. И нам негде было заплатить. Я бы там виноват? Я бы там виноват? Да, тебе нужно было быстрее делать все. Мне надо было быстрее все делать. Ах, как сложно с этими женщинами. Вы только посмотрите на этот цвет. Класс. Просто шикарный. Огромное дерево с такими цветками. Офигеть. Все, мы зашли в парк. Называется Orange Park. И вот вверх, 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 вверх. И вот эти обалденные деревья у них. Класс. И правда, что-то с чем-то. Класс. Вверх, 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 вверх. Вверх, 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 вверх. Наконец-таки мы зашли в ресторанчик. Сейчас будем ужинать. Выбираем меню. Очень уютное и тихое место. Мы так просто шли и увидели первый ресторан. И пошли сюда, потому что кушать очень вкусно. И на улице, кстати, стало прохладно. Там довольно-таки сильный ветер. И из-за него холодно. Если бы ветра не было, было бы окей в платье. А так из-за ветра не очень. Сидим мы в этом ресторане. Я уже съела всю свою помаду, но еду я еще не поела. Сидим мы здесь уже час, если не больше. И нам никак не несут еду. Просто официант закурил. Он к нам через 20 минут, после того, как мы заказали, подошел и сказал, что вы хотите. Таким, как мы делали заказ. Вот это, вот это. А, да. Ну, сейчас будет скоро. То есть после этого мы еще сидим минут 30 ждем. В общем, время уже половина 11. Нам нужно было вечера спать, потому что завтра нам надо было рано-рано встать. Вот, и в итоге что-то не могу отмельяться, пожертвовать своим сном ради того, что мы с ним ждем у вас. Ку-шери принесли мы опять тортельни, или уже новость много, с какой-то там трубой, не помню, как оно называется. Мы будем кушать. Приятного аппетита. Ребята, рассказываю лайфхак для тех, кто не выспался, но хочет выглядеть красиво. В общем, встаем специально на 30 минут раньше. Да, это нужно себя заставить переосилить. Наносим на лицо патчи под глаза. Они у меня прямо под маской. Сверху маска. И идем досыпать свои 30 минут. В это время вы спите. Масочка делает вас красивыми. Ну что же, всем доброе утро. Мы проснулись, собрались и идем на наш завтрак. Так, нам тут принесли выпечку, тосты. На тосты можно вареницу намазать, нутелла есть, хлебушек. О, классно, свежий хлебушек. Ой, тут кущок, лосанчики, выпечка класс, хлопушки. Супер, там можно сделать кофе. Яблочки нам дали. И что-то еще, может быть, холодильники есть. Ого, тут всякая ветчина, персики. Йогурт и масло, вау, круто. Потому что хотела сделать красивый кадр. Так выглядит наш завтрак. Чай, сок, тут всякие штучки, вкусняшки. Всем приятного аппетита. Бонжорно. Идем мы на метро. И едем мы сегодня с утра на фонтаны Треви. Надеемся приехать туда без туристов. Потому что время только 8 утра. И я очень надеюсь, что туда еще никто... Ну, как, не такое большое количество туристов. И я очень надеюсь, что это не так, что это не так, что это не так, что это не так. И я очень надеюсь, что это не так, что это не так, что это не так. Это немного. Но уже достаточно. Прикольно. Все, посмотрели на фонтан Треви. Он нереально огромный. Я его представляла гораздо меньше. У меня просто куча эмоций. И сейчас мы идем к пантеону. И проходим мимо вот таких вот старинных колонн. Ну, вот и сам пантеон. Ничего себе. Очень круто. О, они-то пустили все-таки. Молодец. Смотри наверх. Вау. А это как не подхожу, можно так? Я еще подумал, сказать, может, пора его купить? На видео, конечно, не передать масштабы этого здания. Просто представляете, мы уже где-то в 2000 метров. Высота этого купола 43 метра. И это считается самый большой неподкрепленный купол. За 2000 лет никто такой не построил. Представляете? 2000 лет назад это сделали, и он остается самым большим. Как вам такое? Рандомное здание, и тут прямо на углу картина. Забрели в частный дворик. Смотрите, тут кустики на окнах и растут. Самая настоящая Италия. Решили подняться наверх. Посмотреть на дворик сверху. И там еще на крыше видно сад. Но дальше не пройти намоем, поэтому идем обратно. Сколько 5 этажей получилось, да, у нас? 6, потому что у них нулевое еще. А сейчас мы идем в Ватикан. Пешком. Пешком. Пошли. 3 минуты. Мне кажется, мы так не дойдем до Ватикана. Особенно за 30 минут, потому что на каждом шагу есть какая-то красота, есть какая-то необычная архитектура, храмы. Я за новой. Очень красиво. Музыка. 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 а это место называется фонтан четырех рек и также здесь египетский обелиск еще один присели с видом красивенным попить водички это жарко но эмоций впечатлений тоже много эмоций впечатлений много просто хочется фотографировать и снимать каждый угол потому что здесь настолько красиво мы так от этой красивой архитектуры и вообще я честно говоря это бы никогда и не видела то чтобы отвыкли но в америке просто нет на каждом шагу красоты а здесь куда не глянь везде что-то очень очень красивое поэтому я все фотографирую все снимаю эмоции просто через край вот вам супермаркет в италии все любят супермаркеты в италии точнее просто супермаркеты везде классно палочки с нателли все ребята обзор супермаркета в италии такой деловой я не могу такая мелкая машинка еще это это маленький вообще не видел даже но реально метр высотой когда вылазить туда просто идем и останавливаемся на каждом шагу это невозможно пройти мимо вот проходит ну это так красиво хочется разбить и что они там повесили что они так идем дальше метр метр не прошли даже ну как пройти мимо ну как не как мама мия едем дальше опять это здание они то не может все оторваться снимают все два метра проходим тут какая-то картина старая висит прямо на углу здания опять прикольно вообще булочки булочки эти булочки это обалденно просто а вот это по моему уже ватикан река называется тибер причем что интересно даже ловят рыбу в этой реке она такая грязненькая грязненькая все подходим на к ватикану и мы видим отсюда огромную-огромную толпу людей ну надеюсь прорвемся а вот тут кстати флаг россии висит я вижу и ватикан это самая маленькая страна в мире а также эта страна которая находится внутри другой страны чтобы зайти в ватикан надо закрыть колени и плечи девушкам так что сейчас будем выдумывать что-нибудь да зайтик граница ватикана пожалуйста мы и прошли и посмотрите мы выдумали я свой платочек на плечи сделала а мы пошли на ноги поэтому кто хочет ватикан но вам жарко там или у вас какие-то аутфиты там продумывайте берите какие-то аксессуары которыми вы можете потом берите парео мы в ватикане это самая площадь где папа римский выступает вон там вот вон там видишь там окно большое есть по центру вон там вот и он там выходит и читает проповедь да наверное работает работает да датик ваше впечатление быстро не знаешь не ну прикольно на самом деле просто это очень много людей так и не можно даже нормально посмотреть на что да но архитектура просто вот она так себя набита в одном месте конечно необычно прикольно то что мы еще вчера буквально еще буквально вчера мы были в Лос-Анджи институт на Тибе хопа и здесь я просто знать не могу что мы сейчас попали в другую страну то есть для меня мы все еще в Италии я не могу понять что мы в другом месте нитка платочек потеряла бежит к нему жалко расстроилась уже время у нас уже час дня мы настолько уходили с самого утра в Ватикан мы не стали заходить ни в какие музеи потому что терх это безумно дорого мы посчитали не нужно платить 40 евро за вход вот мы посмотрели со стороны на Ватикан нам было интересно а также там еще большие очереди примерно по 2 часа стоят ну то есть мы не рассчитывать туда даже заходить в самом Ватикане туда зайти вот в эту церковь бесплатно но он открывается во-первых позже намного то есть пришлось бы ждать час открытия и плюс еще час где-то в очереди пришлось постоять поэтому мы не стали тратить время у нас все равно здесь всего лишь один день последний и все мы это проходили пешком поэтому мы конечно понаслаждались архитектурой и сейчас мы купили билеты на автобус и кстати для тех кто будет в Риме билеты на автобус нужно покупать в газетных диосках то есть этого нельзя купить в автобусе или еще где-то только в газетных диосах в общем купили мы билетики и сейчас мы едем в парк под названием Билла Дориа Панхи ну что ж приехали мы в парк он конечно огроменный как отсюда видно вот эти цветы мои любимые деревья пока что ничего такого особенного именно из архитектуры но природа здесь есть такая кафешечка тюль висит на входе хотим взять мороженое только такое я-то думаю настоящее желата поедим сели мы в цветочное поле сейчас будем кучать мороженое и отдыхать мы хотим просто посидеть и не освежиться здесь все поле в таких лиловых цветочках деревьев положил я бумажку от мороженого вот эту на землю и у нас тут муравинчик возле нас был посмотрите они построили полоску прямо ко мне я там сидел вот возле Анюты вот вот здесь лежала у меня оберточка мы тут идем по какому то полю знаете как в России если честно ну вот просто поле с цветочками не могла себе даже подумать что в Риме мы будем находиться вот в такой вот природе здесь мы нашли дикую малину которая растет но это не она вообще здесь росла дикая малина там дальше а вот и озеро с лебедями с черепашками вот сидят на камушке кстати черепашки шли мы шли черепаху нашли и посмотрите какие то древние строения совсем прямо очень старые видно нам конечно очень интересно сколько этому лет надо будет почитать потом в интернете у нас но смотрите там можно пройти вниз что мы обязательно конечно сделаем в такие ворота заходим свежо тут вау все здесь смотрите бассейн и оттуда идет фонтан который уже функционирует много много лет и посмотрите на этот заросший фонтан а здесь судя по всему была оранжерея и из нее видите уже как выросли пальмы все мы дошли до виллы помфини панорама правильно посмотрите какие там лабиринты она сама такая беленькая смотрим на нее пока что через забор еще не спустились и не знаем если можно наверное нельзя туда спускаться здесь у всех скульптур нет голов почему абсолютно у всех там был какой то сад ботанический там фонтан тут Леша который радуется всему смешный написано что год так давно следующая скульптура и здесь обалденный вид на город мы к нему очень долго шли а вот и шикарный вид у меня только один вопрос где едак я есть хотела но котика мы найдем где угодно оооооооо упала Какие глаза обалденные, да? Смотрите, на вылочке сушится белье Класс Вот это круто Мы пришли в пиццерию Они только уже кушают Очень голодные Бедные, такие убитые Мы очень много прошли Так что всем приятно, опять это кто кушает Мы сейчас идем на автобус, чтобы поехать домой И проходим мимо площади Венеции Субтитры сделал DimaTorzok